На этой неделе недалеко от деревни Шиладорс и Тывдинского района вместе со снегом растаяла и дорога. Что называется отрезанными от цивилизации остались 20 местных жителей. Ситуация чрезвычайная, но, как показывает практика, закономерная. Талые воды из года в год скрывают изъяны дорожного покрытия. Ксения Лосева о том, как регион встретил паводок и все вытекающие из него последствия. В республику, наконец, пришла долгожданная весна. Правда, как выяснилось, готовы к ней оказались далеко не все. В некоторых районах вместе со снегом буквально на глазах начали таять и дороги. И если грязью под ногами, ямами и трещинами уже особо никого не удивишь, то огромный карьер, образовавшийся в результате обвала дороги в Сыктывдинском районе, не заметить было трудно. Нет, это не сцена из фильма про апокалипсис, а всего лишь дорога в Шиладор. Деревню от цивилизации отныне отделяет вот этот большой каньон. Прорыв воды был настолько сильным, что унес часть асфальтового покрытия за собой прямо в лес. Когда на руинах вновь появится безопасный путь, пока непонятно. Отныне жителям добираться до большой земли придется либо под дощечком, которые здесь соорудили, ну, либо вплавь. Яркие фотографии, как с места падения метеорита, тут же облетели интернет. Но даже они не до конца передают весь масштаб обрушения. Глядя на последствия вживую, сложно представить, что такое могло произойти буквально за несколько часов. По предварительной версии, все случилось из-за обильного снеготаяния и подъема уровня воды. Лесной ручей на несколько метров ушел в сторону от места прокладки водопропускной трубы. Впрочем, есть и другая версия. В самой трубе лед. А значит, встает вопрос и по своевременному, и качественному обслуживанию коммуникаций. Ну, конечно, ничего удивительного. Дорогу сто лет не ремонтировали, вот и результат. Начинаются чудеса. Слой асфальта, как кот наплакал. Ни нормальной толщины щебня, ни усиления. Неудивительно, что размыло так легко. Отрезанными от всего мира оказались и родители Екатерины Дорониной. Сама она живет неподалеку, в Эжве. В деревню приезжает каждую неделю. Привозит пожилым родственникам жизненно необходимые лекарства и продукты. Как теперь помочь своей семье, она не знает. Говорит, дорогу до Шеладера и раньше-то сложно было назвать дорогой. Покрытие у нее один десяток лет. В некоторых местах асфальта и след простыл. Кругом ямы и выбоины. Из-за этого в деревню даже перестал ходить рейсовый автобус. Обратить внимание на проблемную дорогу Екатерина, как и другие жители Шеладера, пыталась больше семи лет. Районная администрация все это время, судя по всему, вопрос решать не спешила. Обращались в Сыктывдин. Ну, Сыктывдин отвечает нам так, что в бюджете денег нет. Мы ничего не можем сделать, мы ничем не можем помочь. Там как будто война прошла. Там ужас, а не дорога. Там вообще кошмар какой-то. Даже пешком идти, если пожилому человеку, 9 километров – это ну никак. Там ноги переломают все. Не стала комментировать ситуацию администрации района и нашему телеканалу. Возможно, если бы просьбы жителей о помощи были все-таки услышаны, сейчас им бы не пришлось сидеть в заперти. Впрочем, отвечать на неудобные вопросы все же придется. По факту разрушения участка дороги прокуратура организовала проверку. Установлено, что в результате обильного снеготаяния и подъема уровня воды произошло разрушение участка автомобильной дороги на подъезде к деревне длиной около 50 метров. В прокуратуре района будет проверено исполнение администрации муниципального района Сыктывдинский требований закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а также законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. Опасаются, что в один прекрасный день уплывет и их асфальт, жители Ударского района. На днях очевидцы разместили в соцсетях видео, на котором участок дороги, Усагорск Чим больше походит на бурлящий водопад, нежели на безопасный путь до дома. Что окажется сильнее стихия или дорожное покрытие, которое, к слову, положили совсем недавно, покажет время, пока окажется преимущество явно не на стороне асфальта укладчиков. В начале апреля вода и вовсе отрезала местным детям путь до школы. Из-за паводка участок Усагорск-Будка, на который, к тому же, активно используют тяжелые лесовозы, на время стал непроежим. Своими силами дорогу отсыпали щебнем и привели в нормативное состояние. Об этом глава района Николай Жилин рассказал в ходе программы «Детали личный прием». Безопасности школьных маршрутов сейчас вообще уделяется особое внимание. Так, ремонтные работы планируют осуществить и на проблемном участке Усагорск-Благоева. Ежедневно по нему курсируют четыре рейса школьных автобусов. На сегодняшний день ситуация как складывается. То, что в рамках содержания ремонта комедорожная компания будет выполнять ямочный ремонт на всем протяжении этого участка дороги. Это 40 километров. Есть вероятность того, что на школьные маршруты будут выделены дополнительные средства для проведения их в нормативное состояние. С приходом тепла дорожное несовершенство, словно первые подснежники, выходят на поверхность. Ситуация повторяется ежегодно и не только в пределах Коми. А вопрос о том, почему наши дороги так быстро приходят в негодность, уже и вовсе давно стал риторическим. И все же это не значит, что ответа на него нет. Разрушение – это следствие целого комплекса причин. Здесь свою роль играют и качество дорожного полотна, и добросовестность строителя, и своевременное обслуживание водопропускных коммуникаций и наличие финансирования. Не обходится и без капризов природы, но полностью списывать вседорожные неурядицы на разбушевавшуюся стихию все-таки, наверное, нельзя. Иначе большие карьеры, подобные тому, что вдруг в одночасье образовался в деревне Шеладер, будут внезапно появляться на нашем пути и дальше.